Зелёный мир Зелёный мир Зелёный мир По интеллектуальным играм Наша команда победила И там хорошо узнаваемый По своей прическе Егор Медведев Он наш, Зеленомирович И я думаю, наш Или, например, открывая известия в Ордове А там Агеева Мария Участвовала там В таких-то мероприятиях По шорт-реку Я не помню, какой ранг Но они там привезли второе и третье место И я думаю, наше Или, например Мне вчера передали прибеты Из Казани, из Казанского федерального университета Он по Волжский федеральный университет В Казани И там Маша Агеева Опять она заняла Получила призовое место На Всероссийской С международным участием конференции И я думаю, наши Зеленомировцы И так потихонечку горжусь этим Горды, не говорят, это даже грех Но это гордость Гордость, причастность Вот к тому, что все мы вместе Это делаем Но, с другой стороны Я и университетский преподаватель Я университетский профессор Правда, правда Тут есть мои ученики Тут вот есть Анна Михайловна Агеева Которая мамочка на экологических сборах Она теперь кандидат наук Когда-то была моей эспиранткой Галя Левина была моей дипломницей Аня Аня Скоробогатова И уже есть Зеленомировцы Во втором, в третьем поколении И тоже это очень здорово Но сегодня я расскажу еще Об удивительном мире растений Которые я изучаю всю свою сознательную жизнь Мне очень понравились Я хоть сейчас беги в библиотеку Книжки, которые показала Анна Ивановна И вот Много удивительного в живой природе И много удивительного в растительном мире Вы посмотрите, тут много разных цветочек показано Вот два вверху слева Это заморские цветы Да, скажем так Те, которые растут в тропических странах А вот все ниже, это наше И согласитесь, что это очень красиво Но начать я бы начала вот с того, что Пока с комиксами можно обыграть этот сложный процесс Процесс фотосинтеза Я напомню, взрослые это все знают И те, кто постарше, зеленомировцы Те, кто постарше, школьники Знают эту суть Все это в живой природе В окружающей среде Мы без этого с вами жить не сможем Зависит от уравнения Которое здесь у меня не высветилось От уравнения фотосинтеза Суть этого процесса состоит в том Что в процессе фотосинтеза Соединяются углекислый газ и вода И образуются органические вещества Выделяется кислород И смотрите А что такое органические вещества? Органические вещества это пища, которую мы с вами едим Это одежда, которая на наших садях Сейчас мы все предпочитаем носить одежду Из натуральных волокон А это древесина Из которой сделана мебель Из которой сделаны дома И разные строения, богатые яхты Деревянные детали используют В космосе и авиастроении Это бумага Книги, которые из нее печатают Все это создано В процессе фотосинтеза И состоит из углеродных цепочек Была у меня тут такая форма Углерод, углерод, углерод Откуда этот углерод берется? Из углекислого газа, который встречается в атмосфере Вот он и сейчас в атмосфере Рядом с моим носом Вот тут с изящными носиками Моих, наших гостей Тоже ведь находится в воздухе углекислый газ Внимание, вопрос А сколько углекислого газа в воздухе? Каков процент? Взрослым, ну, надо-ка молчать А кто помнит из школьников? Каков процент углекислого газа в воздухе? Ну, кто учил уже? Зеленоград. Сколько? Два? Меньше нам процентов Кто больше или меньше? 0,5 где-то Сколько? 0,5 где-то Ага, вот заглянули в интернет и говорят, что 0,5 Дорогие мои, в воздухе углекислого газа Вот до недавних пор было 0,03% Сейчас 0,04% И вот эти 0,04% И вот эти 0,04% из воздуха Что такое углекислый газ? Не видел? Помогать не может Он не пахнет? И мизерный там процент Но это из него углеродные цепочки Остов тех молекул, из которых Древесина, хлебушек, ткани И многое-многое еще Разве это не чудо? Согласитесь? Правда ли? Из ничего растения создают И вся остальная органика Вот, какую бы вы не видели Пусть в виде животных тел Пусть что-то еще другое Грибов Это совсем другое царство теперь Это все, в общем-то, надо отправить Вот к этой реакции фотосинтеза И если чуть-чуть вот это вот Очень хрупкое состояние 0,05 или 0,04% сдвигается Это уже плохо Дальше углекислый газ Если один, два, пять, восемь процентов Для всех живых организмов Это смертельная доза И вот представьте Если не будет растений Которые этот углекислый газ Из воздуха поглощает Это же все погибет Поэтому вот это хрупкое состояние Надо беречь Поэтому это еще раз подчеркивает И чудо зеленых растений И их очень большую важность Вот там у меня листочек показывает Главная фабрика, на которой идет Как раз вот этот процесс создания органических веществ Это весь зеленые части растений Вот я уж не знаю, как это было в Ковисе Мне очень любопытно Вот хоть в читальный зал собирайся Посмотреть, как это можно представить в Ковисе Это очень сложный ферментативный процесс А еще в процессе фотосинтеза Образуется не только органика Углекислый газ забирается Еще и образуется кислород Вот без кислорода Сколько человек может прожить? Очень недолго Средний, ну может быть какие-нибудь тренированные йоги Бог там удерживает дыхание и так далее А так 5 минут и все Дальше отбирает, к сожалению, нервные клетки В первую очередь клетки мозга И все становится очень грустно Ну в общем, если кто это учил Я просто напомнила, не комиксами А так вот помахав немного руками перед вами А тем, кто еще это не учил Вы увидите, что это сложно Но очень-очень важно для всей земли Для существования всей биосферы и жизни человека Ну и дорогие друзья Вот при помощи растений человечество решает Или через растений Можно посмотреть на глобальные проблемы всего человечества Остро, острейшим образом стоит на планете Проблемы продовольствия и голода Пожалуй, после проблемы войны Спасибо Богу Это следующая проблема Вот по данным Организации Объединенных Наций Почти миллиард человек на земле голодает Ну чуть меньше А в зоне риска почти 2 миллиарда Нам тем, кто вот живет здесь сейчас Трудно это представить Но так есть Проблемы здоровья и поддержания среды жизни людей В том числе и геологические проблемы Вот я вам сказала Если повышается углекислый газ Да даже вот если в комнате классной Или в зале, в каком-то сидит много людей Особенно в жаркую погоду Совершенно точно Чуть-чуть повышается содержание углекислого газа Снижаются когнитивные способности А что это значит? А это значит, человек начинает плохо соображать Или совсем перестает соображать Вот настолько это серьезно Поэтому тесно связаны многие экологические проблемы Это я дальше проявлюсь Кроме того, от этого зависят еще проблемы энергетики Вот как все компьютеры меня не показывают Ну и здесь вот что говорить Что человечество решает проблему продовольствия Здесь показаны важнейшие растения Пищевые растения мира Пшеница, рис, кукуруза Когда я начинаю спрашивать своих студентов Когда я их школьник прихожу первый раз Да даже взрослым Они начинают говорить пшеница, рожь, ячмень и так далее Но жители средней полосы России забывают, что есть еще Юго-Восточная Азия Много едят еще риса на земле И тоже важнейшая культура, немерее важная, чем пшеница Здесь показаны, посмотрите, крахауносные растения В первую очередь картофель Внизу, похоже, показаны батат Батат сейчас можно купить даже в городе Саранске Есть такие места на земле, где не растут картофель Казалось бы, ну, кстати, картошку не все понятно Так здорово, замечательно Ну, кто думает, фроталию говорят, что лучше картошку не есть Но очень хочется на удержательную картошечку, правда ли? Значит, но есть места, где она не растет И расти не будет Там есть другие культуры Планета наша большая, мы все разные С разным цветом кожи, с разными взглядами И вот есть такие места, где растут другие культуры Вот одна из них, это Ямс И праздник Ямса, как праздник урожая Ну, или вот, допустим Мы знаем такой фрукт, как банан У нас есть денежка, купила мама Праздник купили побольше Студенты мои, например, в стипендию купили банан Ну, можно и не купать, можно без них обойтись Если уж там нет возможности Но есть большая часть населения нашей планеты Которая от банана зависит Ну, вот, что называется, не на жизни, а на смерти Полмиллиарда людей на планете У них банан, как у нас картофель Это не такой десертный сладкий банан Вот как мы едим этот фрукт А это крахмалистый банан Он называется платан И платан, его поджаривают Его вот едят там, вот, как печеным на углях и так далее И вот сейчас разразилась такая беда Уявилось у этого банана заболевание Заболевание, которое вызывает паразитный грипп фузариум Внимание, вопрос Ну, вот кто-нибудь сможет мне ответить Как называется наука о болезнях растений? О болезнях людей? Медицина А о болезнях растений? Ну, есть? Никит Есть персик? Еще другой, Никита? Или нет? Это наука называется фитопатология Есть люди, которые специально занимаются всю жизнь фитопатологией Массовое распространение какой-то болезни у людей Это эпидемия Вот сейчас даже пандемия, пандемия, да? Значит, если у животных это эпизоотия А вот если массовая вспышка какого-то заболевания у растений Она называется эпифитотия И сейчас вот у банана есть нарастание эпифитотии Грипп фузариум Называется фузариоз банана И представляете? Полмиллиарда людей тогда недополучат просто еды Это, как правило, довольно бедное население И у них нет особого выбора И это по-настоящему серьезно И видите, вот у растений есть тоже такие проблемы Ну и вот я хотела бы... Я думаю, все знают Сейчас человечество использует два сахарностных растения Из которых получают сахар Это какие растения? Сахарный тростник Да, у меня там написано Сахарный тростник и сахарная свекла И вот есть такой очень интересный раздел в биологии Или в человеческом знании О культурных растениях Для человека не было культурных растений А потом человек разными методами, селекциями На основании разных биологических, агрономических знаний Вывел сорта культурных растений Вывел пород животных А скажите, пожалуйста, вот какое из этих растений Сахарное тростник или сахарное свекло Как культурное растение старше? Вот для пшеницы, ячменяя, например Приводят такую цифру, что, вероятно, они возникли не менее 11 Некоторые говорят, что не менее 20 тысяч лет назад А кто старше, как культурное растение? Сахарная свекла или сахарная тростник? Вот девушка наша, гостя из Донбасса, как я поняла А нет? Из какой школы? Из десятой Из десятой Вот она говорит, сахарная тростника И она абсолютно права А кто-нибудь знает, как связаны сахарные свеклы? Бонапарт, Наполеон и сахар Вот, оказывается, сахарная свекла Это совсем молодое культурное растение Это растение, как культурное, получило становление во время Наполеона И каким образом? Рассказано Смотрите, дорогие друзья, вот тот самый Наполеон Значит, в 1805 году он получил разбрук, сражение Трафальгарском И предпринял следующее Вот сейчас это называют санкцию Он объявил Великобританию экономическую войну Он сказал, да сыпай А ситуация была такая Сахар тогда и свекла еще и не получали И не знали, что в свекле содержится абсолютно тот же самый сахар Это потом было в настоящем открытии И люди как ели сахар из сахарного тростника Сахарный тростник растет только в тропиках И вот законодательным модом Для владельцев вот этого всего рынка Была преимущественно Англия и в меньшей степени Франция Все вот сахар, которые получали по всему миру В том числе и в Европе Или сахар из сахарного тростника И что же сделал Наполеон? Он сказал, а мы не будем покупать ваш сахар от английских колоний От Англии Ссыпайте его в темзу А что сделал сам? Но к этому времени уже было известно Что небольшой процент сахара в свекле есть Один из ученых доказал, что это абсолютно тот же самый сахар И что сделал Наполеон? Он сделал ставку на сахарную свеклу Объявил гранты, дал стипендию Что студентов, в том числе медиков направили Специально выделил земли И буквально за несколько десятилетий Появилась свекла с высоким процентом сахара Потом включились в эти селекционные работы В немцы, в России все началось И вот через несколько десятилетий Уже появилось 40 заводов по Франции По производству сахара И все, англичане пути пели фиаско А свеклы, причем смотрите Кто-нибудь знает? У свеклы сахар в корнеплоде А вот это моя девушка, поможет, скажет А у сахарного тростника где сахар? В какой части? Ну, кто-нибудь знает? Где? В стебле В стебле В паренхене в стебле Правильно Это растение, ну, может быть, как-то похоже на кукуруза Кто-то в главах показывает Мы смотрим Ох, то есть Вот это раньше Вот, посмотрите Сахарный тростник Вот сахарный сухон, но она тут большая А сахарный тростник, конечно, выше Для нее это высокое растение С толстым стеблем 6 сантиметров И вот в этом стволе Видите, я вот листик почистили И его надо срочно перерабатывать Если его собрали, вычистили И не привезли в тот же день На вот завод, где вырабатывают сахар В общем, сахар потеряется Там происходят химические изменения И процент его резко снизится У сахарной свеклы сахар в корнеплоде Она может долго лежать Если кто ездит в восточную Мордовию Вот, по Ромодановской дороге По Ордатовской, этой Чапсинской дороге Долго бывает, до снега лежат кагат со свеклой Постепенно, как ее переводят на переработку Сахарный тростник он такой номер не пройдет Но я о чем хочу сказать Сахарного сахара в свекле Сейчас сорта до 21% В сахарном тростнике примерно 12% Но там, где свекла растет Сахарный тростник не расти не может Я ему подаваю высокую температуру И высокую влажность А там, где растет сахарный тростник Свекла не сможет расти Это хорошо и здорово Но я о чем говорила Что видите, вот даже политики мира всего Сыграли роль большую В становлении культурных растений И тоже, по-моему, интересный факт Или, дорогие друзья Вот есть, я вам говорила Даже то, что вот Бревесина, из которой сделана мебель Бумага, которую делают из бревесины Это все производное растение А есть растения текстильные Вот, а с ней одна из них Лед-долгунец Когда мы были студентами Была такая песня То ли поле, то ли море Синий лед Когда лед цветет Сейчас вот в некоторых местах Из Мордовии Лежащих, прилежащих регионов Сеет лед Увидеть, когда он цветет Голубое-голубое позже Будет интересно Но самое-то главное Из него у нас сажают его преимущественно на масло Но лен еще дает волокно Вот он у меня там Внизу слайда Это волокно показано Так вот Волокно льна В настоящее время Используется Как материал При помощи которого Делают швы при операциях Вот даже такая простая операция Как и медицин Что это значит? Там ведь отрезают кусочек Кишки И ее надо закнувать Ее надо зашить Да? Может быть, кто-то слышал такое выражение Да слава богу У него все в порядке Ему завтра снимают швы Кто-то говорит Про человека Который перенес операцию аппендицита Но эти швы Где снимают снаружи? А внутри-то Там же не будешь заново Там бы человека Разрезать В общем Там делают Таким материалом Который должен Он сделал свое дело Там Где надо Срослось то, что зашивали Да? А потом надо Чтобы вот эти нити рассосались Нельзя это сделать Там какими-нибудь Золотые винители Представьте И так далее Делают Это каким-то Натуральным материалом И вот Для этого сейчас используются Нитель Волокна льна А что такое Волокна льна? А это клетки Так называемой Механической ткани По-научному Это называется Склероэрхина Они тот же волосы А вот по длине У кого у нас тут Из девчонок У Алисы, наверное, Сами длинные косички Значит Они вот по длине Могут быть Несколько десятков сантиметров Это растительное Волокно Состоит вот из Этих самых клеток Используется В том числе В медицине Ну и конечно же Из льна Делают Очень интересные ткани Если кто еще Не знает Вот тут Школица есть Помоложе Льняная юбочка Льняные брючки Столовое Белье Там салфетки Например Скатерти Полотенце Но это очень Дорогое производство Смотрите И конечно Сейчас Биологи Ботаники Экологи Селекционеры Ведут исследования Вот я уже назвала Там В мире выращивают Всего Если по всему миру И с большими Твощадями С большим значением Небольшое число растений Их можно перечислить Практически Вот на пальцах руки Пшеница Рискуруза Ботат Аммиоп Вот этот Там самый Яц Ячмень Сахар Сахарный Тарасник Кокос Бананы И так далее А ведут ли люди Поиск новых Культурных Растений Которые Можно было бы Вот так использовать Конечно Ведут На земле Еще много Таких мест Куда и Нагад Человек Не скушал В мире Идет Постоянное Открытие Новых Растений Ну вот Тут вы мне Зеленомервцы Должна ответить Какое Растение Было Открыто С территории Мордовии Его назвали Прямо По Тому Месту Где это растение Было открыто Манжетка Чамзинская Наш человек Никит Значит Манжетка Чамзинская Да Это растение Впервые Для науки Было открыто На территории Чамзинского района Владимир Николаевич Тихомир Я учился У него В аспирантуре В московском Университете Это московский Академик Это растение Сейчас нашли В разных местах В московской области В Кстромской области На Украине В Львовской области Нашли То есть Это растение Широко Оказывается Распространено Но Впервые Для науки Его открыли И вот В Чамзинском районе Пересвоили Ему такое название Оно Это название У нас Например Есть Острогал Австрийский Острогал Датский Полынеармянский Какая еще У нас Вот Вот эти названия Они бывают В названиях растений Это название Вот Как запись в паспорте Постоянно идет Открытие новых видов Конечно Среди высших растений Или животных Это редко встречается Ну а среди Каких-нибудь Мелких Микроскопических Это постоянно И посмотрите Я хочу вам показать Вот такое растение Свойство которого Это тропическое Во влажных тропах Открыли недавно Это растение У которого Вот такие В виде таких Как колбас Или сосисок Плоды Если их отварить Можно есть свежие А вот Отварить Консистенция Похожа на Сливочное масло И содержит 48% Жира То есть Смотрите Сейчас Надо рассматривать Это таким образом Что Люди Ищут Не такие растения Которые Можно было бы Сразу У них Получать Муку Кругу И так далее Которые Дают Хорошую Продукцию А сейчас Уберите Могу Все что угодно Сделать Много Живей Значит Это здорово Ну а тут Оно еще Это Почти Сразу Способно В поедании Это Растение Конечно У нас Даже Семь Из Семь Семь Растение Нет Трапическое Но тоже Важно Там Тоже Люди Живей Смотрите Вот Это Растение Имеет Не Перезотязательное Такое Название Тыква Вонючая Ну и Такое Просто Досталось Название Если Хотите Янзолую Белатым Кукурка Фитюзи Дисим Она Будет Называться Вот Ее Рассматривают Сейчас Как Перспективное Культурное Растение Как Суперкультуру Будущего Почему Потому что Смотрите Ребята И взрослые Сейчас На земле Много Таких Мест Где Уже Такие Благородные Растения Как Пшеница Лис Кукуруз Конечно Лучше Их сажать Сахарная Свекла Там И Красти Не Будет Потому что Почва В том числе И в результате Хозяйственной Действенно Человека Они Изменены Ну Например В силу Того Что За счет Полива Там Происходит Засоление Пшеница Вот Эти Культуры Рис Кукуруза И так Далее Они Там Растения Будут И поэтому Ищут Такие Растения Которые Можно Было Выращивать Но Было Пустынных Вот Таких Иногда Брошенных Засоленных Почвах И Уже Эти Растения Перерабатывают Что Оказалось Утытно Ну Там Плоховато Видите Но Внизу Крупные Сеечки А В них Почти 50% Жира И Это Здорово Потому Что Его Можно Во-первых Его И так Можно Есть Во-вторых Это Масло Можно Уиспользовать На Переработке У Нее Кроме Корешки И Вершки Как Получается Важные Корни Образуются Которые Которых Крахмал Тоже Может Ити На Переработке А Зеленую Массу На Корм Скаку Можно Использовать Вот Поэтому Когда Ищут Перспективные Растения Это Вот Интересно И Есть Такие Претенденты Не Все Изучено Если Даже Мы Всех Видов Не Знаем То Уж Свойства Их Абсолютно Точно Вот Мне Даже Не Попался Такой Интересный Пример Оказывается Это Было Целое Дело Может Быть Кто Нибудь Знает О Плодовая Мушка Если Дом Например Уехали На Дачу Там Недель Не Были А Где То Лежали Какие Плоды Лук Иногда Летают Мушки Такие Может Кто Нибудь Обращал Внимание Значит Эта Плодовая Мушка Используется В генетических Экспериментах Раз Не Только В генетических А Почему Она Используется Очень Хороша Как Вот Такой Тест Объект Да В нее Короткий Геном Раз И Большая Плодовая Ну Например По Генетике Изучают А Что Будет Если Скрестить Один Лицо Одним Как Она Иван Сегодня Говорил Фенотитум И Генотип И С Другими Что Будет У Гибрид А Что Будет Потом В Процессе Расщепления Там Муха С Голубыми Глазами Муха Желтыми Глазами Что Получится Гибрид Помните Это Если Кто Старше Там Доминантная Гена Рецессивная Гена Чем Она Хороша Во-первых Ее Выращивать Легко Если Ей Например Какие Нибудь Подавая Для Выращивания Очень Дорогую Пищу Она Конечно Ей Дает А Ее Очень Выращивать И Она Очень Быстро У нее Меняется В Холение Удобно И Геном Короткий Внимание Вопрос Сколько Человек Хромосом 46 Спасибо 47 Как Недостаток Хромосом Это Беда И Лишние Хромосомы Это Тоже Да Все Правильно 2 Н Равно 46 А Н Равно 29 Так Вот Дорогие Мои И Долгое Время И Была И Есть Такая Проблема Она До Борье В 1932 Году Академик Николай Иванович Вавилов Обратился К ученым Что надо Найти Нам Такой Растительный Объект Который Можно Использовать Как Бух Дрозофил Ну И Я Вот Этот Слайд Воглав Назвать Растения В космосе Так Вот В космосе Работают И с животными И с растениями И Вот Какое Взять Объект Можно Было Сказать Давайте Возьмем Дуб И будем Смотреть Что У него Будет В первом Поколении Во втором Поколении Это же Абсурд Правда Такое Гигантское Дерево Туда Тащить Надо Чтобы Это Было Что-то Маленькое Чтобы Это Было С Коротким Геномом И Надо Чтобы Это Было Растение Которое Не Как Дуб Развивается Сотни Лит А С Коротки И Вот Такое Растение Сейчас Используют Вот Оно С Лева Это Растение Семейства Трестоцветных У него Н равно Семей Следующим Два И Равной Семей Короткий Геном Хорошо Изучен И Называется На Магнит Полотене Аравид Обсис Толиана А По-русски Резуховид Катали Не Так Быстро Его Нашли У Него От Семь До Семь Не Проходит Двадцать Двадцать День Представляете Посеяли И урожай Созревает И поэтому В космосе Очень-очень Часто Какие-то Эксперименты Проводятся Именно на ней Причем Очень часто Пишут Прям Вот там Какой-нибудь Космонавт Крикалев Продолжен Наблюдение Над Аравидопсис Не по-русски Ее называют А вот Прямо В русской Транскрипции Я Несколько Раз Была На таких Ботанических Конференциях Где держали Слово Люди Которые Работают В лабораториях На космос И вот Они Рассказывают Что в космосе Если люди Несколько месяцев А то полгода И больше В космосе Конечно У них там Вот этот сад Огород Я же вам сказала Что все должно Быть миниатюрное В общем Небольшое Пространство Занимает И вот Они просто Человечески Говорим Что среди Космонавт Очередь На проведение Вот этих Экспериментов В замкнутом Пространстве Им Очень интересно За растениями Наблюдать Общаться С растениями Ну Вы сами понимаете Психологически Конечно Вот рыбят земли Вот В этом Замкнутом Пространстве Стическое Дело Но вот Ядшик Это такое Растение Которое Называется Веснянка Весенья Анна Иванна Галя Анна Александра Вот Есть Ботанки Они знают Веснянка Весенья Еще Меньше Значит Вот Тоже Из крестоцетных Ну В космос Ее не обратно А я Когда Изучала То есть Готовилась К занятиям Ну и Студентом Тоже Смотрите Вот Есть Такое Растение Ужовник У нас Папоротник Он Интересный На биостанции Кстати Сказать Его Можно Смотреть Так Вот Реконсвер В другом Смысле У него Есть Виды Ужовника Ужовник Пикно Статис Пикно Стиву Значит У которого 2Н Равно 1320 Ну Нужен Такой В космосе 1320 Такой Такой Движный Геном Как там С ним Разобраться И вот Тут Приводится Выражение Американского Ученого Стивенса Если Кто Учал Уже Деление Клетки Как там Эти Биваленты Находят Друг Друг Чтобы Выстроить С нужным Образом Если Такая Проруба Хромосон Ну Еще Вот Есть У нас Такое Растение На территории России Растение Которое Название Осталось Там Обратите В Моле Цингерия Цингерия В честь Василия Яковлевича Цингера Был Такой Профессор Ботаники Выдающийся Математикой Председатель Московского Ботанического Общества И так далее Но У него был Такой Узбок Полюбил Ботаника И он Известен Как Ботаник Не меньше Он Написал Свод Попоя Центральной России В 19 Веке И Эта Работа Не потеряла Своего Значения Это Вот В честь Него растения Назовы Но это Так К вопросу Абатамики И ботаник Вот Математик Был Ботаник Так Вот Цингерия Это Одно Из Растений Интересно Знаете Чем У него 2N Равно 4 Меньше Ботаник в книгу России, в красные книгу Волгоградской, Астраханской, Калмыкии и так далее, потому что вот только там и встречается. У него такие очень узкие специфические условия. Вот орбитокис писатель на черноземье будет расти, писатель там на сублинстве почвы будет расти и так далее. А если надо там моделировать еще и такие условия, конечно, оно не годится. Хотя с точки зрения вот этой вот генетики, два это равно четырем. То есть тоже очень интересно таких растений меньше хромосом не может быть. Как вот все это регулирует? Растетить все с ругами, с ногами как можно было бы скаливать. Все у меня есть как у всех остальных. Ну, дорогие мои, я вот сказала проблема продовольствия, проблема космоса, проблема энергетики. Нефть и газ они конечны. Нефть и газ они конечны. Поэтому человечество задумывается, а как бы что бы такое изобрести, чтобы получать вот этим углеводородом из так называемых ресурсов возобновляемых. И возобновляемыми ресурсами могут быть естественно растения. Ну, дорогие мои, самые лучшие углеводороды, в том числе газ и нит, будут из пшеницы, из риса, из кукуруза. Но разве можно получать их из этих продуктов, если почти миллиард населения голодает, а еще там два миллиарда едят и каждый день столько, сколько мы хотим. Это как чувство. И поэтому идет поиск таких растений, которые можно было специально выращивать. Причем не наполнены таких почвах, которые растут, на почвах, на которых будут расти рост шепшеницы. То есть это должны быть какие-то такие растения, которые было бы, можно выращивать, чтобы это было недорого. если это какое-нибудь капризное растение, его надо растить сначала на окошке, где-то птица как раз, а потом насаживать. Тоже такое дело не подойдет, потому что это нефть, это будет золотой. Поэтому вот поиск таких растений ведется. И здесь вот есть такие примеры. Значит, вот это я тропа, это в тропах растение выращивается. Немного жира само по себе ягодито, но если на нефть или углеводород перерабатывать, какая разница? Главное, жира много, следовательно, энерговеркий протест. Вон там молодые люди, аки, баскетболисты, видите, высокие, а растения еще выше. Я думаю, вы понимаете, что на эту роль могут претендовать растения, которые имеют большую вегетативную массу, которые должны легко размножаться и быстро расти. А здесь внизу скромное наше растение и веетополя. Может быть, кто не знает, что и веетополя, можно как сажать? Их можно сажать, вот прям сделать черенки, веточек наломать и воткнуть в почву, и они укоренятся. Правда ведь это дешевое размножение? А если собирать семена, надо там семена как-то проращивать, или что-то там какие-то им условия, не подходит к этому. И поэтому вот сейчас во многих странах, в том числе и у нас такие могут и есть. То растение называется нестанч, это ива, ивотополяк. Есть уже такие плантации пробные, а вот в садинавских странах, в некоторых европейских и западных странах есть уже промышленные плантации, когда ивотополяк выращивают, ну выращивают не до таких деревьев, а они как бы до кустов таких вырастают, потом идет комбайн, он их косит, перемалывает это в такую массу, и эта масса идет на переработку на углу дороги. Смотрите, вот в Швеции из одного килограмма ивотополучает 35 грамм с его нефти. Считай, сколько там из тонны вот этой растительной массы, причем по качеству она вот к самым высококачественным приближается к ближневосточному. Тоже интересно. И, например, вот этот слайд я уже показывала, но тут немногие, по-моему, были на моей лекции об этом. Значит, это есть такое растение из семейства бобов, его называют керосиновым деревом. Если я ему сделаю дырку в стволе, то за два часа можно надсадить вот три-четыре ведра млечного сока, и этот сок прям можно сразу заправлять в бензобак. Вот он такого состава. Ну, а если сделать плантации, такие, представлять это таким образом, это не значит, что вот Никита побежал, скачал это, а за ним другой Никита бежит. Надо дождать, чтобы значит, чтобы млечный сок накопился. правда, если есть такие растения, как бы поиск таких идет постоянно, есть такие плантации. Или, например, смотрите, вот это растение называется дальбергия. Ну, вот, может быть, даже кто-то смог определить, что оно относится к семейству бомбовок, и это растение стоит, древесина, вот эта темная, центральная, она называется география, 10 тысяч долларов за 1 килограмм. Слышите? 1 килограмм древесины 10 тысяч долларов. Ну, конечно, из него, смотрите, внизу, там вот показана древесина, и показывает журнальный столик, или что-то такое, вот, там телефон, видите, стоит, из этой древесины. Красиво жить на древесине, без этого можно обойтись, но предметы роскоши, вот они такой цены, и богатые люди позволяют себе, и специально такие деревья ищут. К сожалению, это растение, видите, то, что в Африке растет в засушенных районах, относится к отрезающему миру, видимо, поэтому еще такое дорогое. или, например, еще, вот, это растение кордия называется, значит, ну, вот, цена тоже, примерно, так, 13, допустим, тысяч долларов за килограмм. Вот, это эбеновое дерево для кордия, значит, эбеновое. Эбеновое дерево, одно, ну, как бы, плод одного из этих видов этого, этих деревьев, вы знаете, курма, относится тоже вот так называемым черным деревьям, в котором черные деревья, древесины. Многие ведь думают, курму не просто знают, а любят, значит, вот, древесина, ну, не у той, которую, вот, у нас продают, а есть у нее ближайшие родственники, трожки, ну, вот, видите, это всякие изделия поделки, ну, с точки зрения, может быть, нормального человека, безделушки, но есть такая потребность, есть такая спрос, предложение, но деревья тоже очень редкие, цена такая, и очень стойкая эта древесина, необычная, это вот радость тоже чудо-растина, тоже в процессе вот в сердце создаётся, с темными свойствами, с очень прочными, никакие там жучки ее не разрушают, не грибут. Еще вот растение семейства Волчникова, вот это, по-моему, по проспорде, у нее древесина такая вязкая, с очень интересным запахом, он используется, вот это, вот это древесина используется для получения веществ, которые фиксируют запахи, вот говорят, есть стойкие духи и нестойкие духи, ну там для этого у меня есть что, особенно ценится парфюмерия разник, хип-шейф, султана и так далее, изысканные восточные духи и так далее, ну, можно было там тоже сказать, что без этого прожить, но с другой стороны есть спрос, есть предложение, а кроме того, еще вот эти вещества используются в медицине и фармации, вот здесь вот уже это очень много, например, сформия, значит, у нее 33 тысячи долларов за господин, вот это видите, здесь 36, 10 тысячных кубических километров, это растение в Центральной Америке, в Карибском бассейне, ну там, единичные деревья, и поэтому очень высоко не зацелится, видите, какой телесный рисунок, или, например, колбасный деревь, кто-нибудь когда-нибудь видел колбасный деревь, я вот, я много была за границей, но однажды из автобуса видела, ну там в автобусе основные, остальные туристы в группе были совсем не биологи, не экологи, мы просто проехали Мин, ну у нас была программа, но посмотрите, какие интересные плоды, 60 сантиметров, ну вот как такой вот потом колбасы висит, значит, в свежем виде есть нельзя, недозрел ядовито, а потом, значит, съедобно там перерабатывают, вот внизу, к сожалению, не попали цветки, цветки опыляются птичками, птичками типа нектарницы, нектарницы, мелкие птички, то есть это орнитофилии, у нас большинство растений опыляются мосиховыми, это эндомофилии, это орнишки, карбасное дерево, или фигелия правильно называется, а это вот парментиера съедобная или свечной гелия, прямо на растении здесь растут свечки, причем на полоском стволе, явление, когда прямо на стволе цветки и плоды, называется каулефлорина, или сьедобная, или, например, хлебная гелия, или, например, да, вот разные продукты из хлебной гелия, или, вот посмотрите, какие необыкновенные растения растут на острове Сокотра, вот есть такая архипелага, Сокотра, это, строго говоря, несколько строгов, значит, если на карте представить арамейский полуостров, то там вот, Африка, в Индийском океане, есть несколько, четыре, по-моему, острова, они принадлежат государству, Йемена, эти вот относятся к нему, и вот, смотрите, какая интересная, да, и вот эта территория, есть такое мнение, что она откололась от Африки, сейчас в океане, очень изолирована и долго-долго существовала изолирована, и там возникли такие растения, которых больше нет нигде на Земле, и есть такой факт, первый раз по-настоящему исследователю туда приехали в 1880 году, вот там экспедиция под руководством Месарга Бальфурак, за 50 дней на острове было открыто 200 видов новых растений, как я жалею хоть по голосу образочку да, стриотли, ну, эта территория и для туризма она мало освоена, у нас был студент, у меня был студент на первом курсе, к сожалению, ну, арабские фамилии я забыла, но мальчишка улыбчивый, естественно, кудрявый и черноглазый, ну, не потянул учиться, не потому, что вот, ему не хватило, как бы, а вот организоваться, что ему родители отправили, естественно, платно на обучение, и вот на первом курсе он улыбчивый, он добрый, он все, ему интересно, ну, чтобы заставить себя там все вот это выполнять, но, пытаясь его как-то все-таки расшевелить, я сделала такую презентацию, природа Йемена, и там, конечно, было много материала про Сохотру, он никогда там не было, он жил на этой, на Аравийском полуострове, там, пустыне, про город, да, он узнал здание, там, все, и потом попросил меня сбросить ему эту презентацию, он знает, что Сохотру есть такой, ну, вот, смотрите, это вот драконная деревья, вверху, внизу, а Дренин, такой, стволом, это, интересно, в общем, удивительная история, или, например, вот, кто-нибудь не знает, такое растение является рекордсменом по западу, кто-нибудь слышал, что есть такое растение, дуриан, дуриан, ну, это, кстати, дурной, вот, и дуриан, дурной запах, нет, как бы, название растений, нет этого значения, но, это рекордсмен по западу, в каком случае, у него прескверный запах, население там, где это растение растет, называют это, или говорят про него так, это ад снаружи, и рай внутри, по вкусу, это что-то такое, орех, бананы, брусь, если бы земляненькие, сливки там, а вот по западу, это как будто вы едите, тохлую селедку, с плесневым сыром, наклонившись над канализационным люком, вот такие вот описания, с этим растением, вас не пустят, прямо везде, висит, там, где это растение растет, висит предупредительный знак, ни метро, ни лавто, ни самолет, никуда, никуда, если там человек пытается провести, ему как-то это удалось, то получает человек большой штраф, возникает вопрос, а как же тогда его едят, вот есть такое мнение, что, то есть, я посмотрела, оказывается, тех штрафов, например, в Таиланде, может быть, сейчас же, до недавних пор, доступен, были такие поездки, в Таиланде, из Саранска, многие люди ездили туда, будто бы есть такие кафе, прямо над открытым небом, есть люди, которые вам, его вскроют, пожалуйста, ешьте, и стоит он недорого, там платят штук за вход, вот так, но будто бы это очень необычно, я видела это только на картинке, вот там, видите, очень нежная, такая желтая, такая, мусормистая мяка, причем, очень интересная фарма, видите, вот этот сам Таилан, он тоже большой, из шипа, люди, которые работают, вот, и собирают его, должны прям, брови же, бедно же, надевать вот такую каску, потому что у него плод шиповатый, и он, его нельзя срывать, если вы его сорвете, он не спелый, и тогда, он, ну, не товарный, у него вид и смысл, вот, надо столько ждать, чтобы он сам упал, и, представляете, тот, кто его ловит, и кто собирает, вот, там специальное, нужно оборудование, ну, вот, такая вот, тоже, и правда удивительно, что в мире растений такие есть, ну, вот, я уже рассказала, и, ну, вот, рожковое дерево, значит, это, царатония силиква, кто не знает, чему равен карат, вы знаете, что каратами измеряется, это мера массы золотых изделий, драгоценных камней, а чему равен карат? Девчонки, кто постарше, может, уже что-то читали, слышали, там, в каких-нибудь романах, или где-то в фильме, вот, он ей подарил перстенек, вот столько-то, с бриллиантом, вот столько-то каратов, а чему равен карат? А карат на равен 0,2 грамма, а название это происходит вот этого растения, цератония, кератония, кератония, вот, в латинском языке, перед глазами, как камушек, это, цератония, кератония, так вот, это бобля, вот у него такой гнутый боб, а там вот семечка, и семечка, если вызрела, то 0,2 грамма использовалась, как геечка раньше, и сейчас это можно использовать, и вот это вот так, а есть вот этот боб, откусить, он сладкий, присладкий, у меня есть несколько бобов, когда-то я была не на отдыхе, а на стажировке, с моим биотехнологом, в городе Бартын, в Турции, ну и вот я купила там несколько бобов, и это что-то было в первые дни, там с деньгами сложно сориентироваться, я вот теперь думаю, я бы купила побольше, и у меня есть такой курс, культурные растения, есть студенты, и вот у меня несколько бобов, и мы понемногу, не каждый год, я его откусываю в каком смысле, студент показать хочется, вот он сладкий, присладкий, вот в этой коричневом бобе, он правда твердый очень, 60% сахара, поэтому размалывают в парашют, или пирожное, например, торт, кэрол называется, вот этот трогут, на немоменте только нет этого слайда, но вот карат, вот слово кератония, цератония, рожковое дерево, а если кто-нибудь знает, есть такой библейский сюжет, притча о грудном сыне, сын, который пронятал отцовское наследство, и остался жить, ну, промотал, стал бедным, и ел рожки, вот в этой притче, вместе со свиньей, дело в том, что там, где они много растут, а урожай бывает очень богатым, где их используют на корм свиньи, вот, если кто знает, это притча о грудном сыне, вот, вот это то же самое растение, то же самое растение, в Сине, Полистине, Израиле, ну, на Ближнем Востоке, это растение везде часто встречается, или, например, еще, я читаю студентам лекции по ботанике не только биологии, а еще и студентам медицинского факультета, которые учатся на специальности фармацевти, вот я вам рассказываю такой пример, вот перед вами уже положила женщина, ее имя Ю-Ю-Ту, и в 2015 году она получила Нобелевскую премию, как фармаколог по медицине и физиологии, за препарат, который оказался очень эффективным при лечении малярии, и препарат еще из полыни, когда я студентам-фармацевтам читаю лекцию, говорю, вы поняли, ребят, чем пахнет полынь, она пахнет Нобелевской премией, то есть вот эти вот свойства растений, растений-то все мы не знаем, а свойства растений, тем более, они у всех еще изучены, вот казалось бы, с такого растения, ну и я же вам говорила, растения из пищи, растения энерогиотики, растения медицины, Ю-Ю-Ту, порядочка вот эта самая получена, ну и, дорогие мои, а что же у нас в Мордонии, вот об этом я вам главное рассказывать до завтра, когда-то я, когда была в возрасте старшеклассником, когда я была аспиранткой, молодым преподавателем, я мечтала, ах, вот поехать бы на остров Сокутра, ах, вот поехать бы на юг Африки, где встречают самые необычные растения, а вот сейчас я стала взрослым, живым человеком уже, и я мечтаю, а как бы вот доехать до озера Пиявского, в Тельбушевском районе, и в некоторые другие места, где есть масса интересного, я и вот тут есть мои коллеги, значит, Анна Александровна, Анна Михайловна, вместе со мной соавторами Красной книги Республики Вордония, и были некоторые студенты, даже которые участвовали в этом создании, территории нашей Вордонии, ну, крайне интересны, в силу того, что она расположена на границе на двух зонах, вон там маленький лес, Мордония показана на границе, а тем не больше, и вот за счет того, что стык лесок и стеки, масса всяких интересных вещей, ну, вот это наши полевые буги, он, наверное, сам и конфигурирует, Анна Михайловна тоже, наверное, беременность буги, ну, вот уже несколько, другие мои коллеги, преподаватели, смотрите, флора Мордонии не перестает удивлять, казалось бы, уже столько диссертаций, выполнено столько мы исследуем, красная книга написана, а вот относительно недавно, в 2015 году на территории Мордонии нашли эфедрин, думали уж, может, наверное, у нас ее быть, а нет, нашлась она, это родственник, елки и сосны, кустарничек, вот такой высоты, относится голосеменным, является ценнейшим лекарственным растением, если кто-нибудь слышал, теофедрин, эфедрин, спортсмены, фигуристы, и всякие прочие, не проходят таким контролем, если эти вещества используют, но при лечении многих заболеваний, в том числе, например, астмы, при астмойных, по нему человеку, это растение просто важное изменение, и это растение, самая одна из северных точек его ареалий, южнее, в Ульяновской области, в Пенгенской области, а уж есть еще южнее, оно обычное, но у нас, вот это вот релье основного ареала, это что может быть? Либо растение расселяется, гимка готова имела более широкие, а ареала, наоборот, теперь отступает, и у нас вот таких кистечек скранились местонахождение. вот иногда кто-нибудь спросит, бывает, либо на экологическом сборе, а какое растение у нас есть? Вот может быть это, шлемик приземистый, видите, вот в каждом Мордовии одна точка, здесь красный книгик, вот это растение, в Мордовии только одна точка, а мы граничимся пятью регионами, ни в одном регионе нет, приозатские, нижегородские, чувашия, ульяновские, пензенские, нет там этого растения, а у нас вот здесь это крайне интересно, я, например, знаю, она не хала, значит, мы все, вот есть такое растение, по-русски называется, соломечник мохнатый, единственная точка, в Мордовии, мы вот эту точку знаем, постоянно, когда мы на растении наблюдаем, причем очень интересно, когда мы примем, что это будет доцветить, тоже одна точка, например, вот, где осил германский, значит, две точки, вот одна в окрестностях, в Саранске мы сейчас не потеряли, на полутора квадратных, вот, значит, сели в ней, собирали, в 1912 году, там вот, в первую михалку субботу, сейчас никак на этих не может, или, например, вот еще, наша территория в Мордовии, чем интересно, необычно, сейчас, значит, вот, нашли на территории Мордовии вот два этих растения, степные, тюльпан, и терески, а терески вообще пустынные растения, у нас, получается, на самой-самой северной границе, они у нас, или, например, нашмачок, кратчка, в мире нашмачок настоящие зеленомировцы, почитают, знают, а вот он есть у нас только на территории и архитектной станции, и только два пятнышка, ну, в одном месте может быть 10 квадратных метров, и во втором месте может быть столько, это орхидея, и нигде, в Мордовии больше неизвестно, в Ульяновской, в Бензенской нет, в Межгородской многосеверной, ну, и вот это моя мечта, мечта, вот видите, там есть такая водная тракт, крошечная, это полноливная, древняя-предревняя, и он всегда встречается вот в таких озерах, как, видите, озеро Круглый Форн, это озеро Святое, в Шиловском районе, и Азанской области, там вот, это самая запись у меня пропала, и такие озера, в частности, Азанской, Владимирской, Межгородской, Илландской области, на некоторых я была, если разрешить, обычно они называют, Святое, Светлое, Белое, и так далее, если днем искупаться, то первое, что-то сказать, как в аквариуме, как в аквариуме, 10 метров глубиной, и все видно до дна, они имеют такое карстное расходение, к сожалению, я понимаю, что я уже перебираю время, значит, некогда уже снять, они, как правило, имеют правильную круглую форму, и вот, ну, теперь уж, несколько лет назад, я и троли еще раз, и чей, предприняли по западной Морозове специальную экспедицию по поиску таких озер, где бы вот растение зайцев шире или полуше, у нас могло быть, вот это озеро, имя по Зубово-Балянскому озеру, мы по карте все озера в другой форме выбрали, не нашли, это осталось мечтой, а может быть, у нас этого растения нет, потому что настоящих таких озер нет. И, например, вот эти Мордовии, вот, к сожалению, я не могу сейчас позвать момент курсора, вот это растение, которое называется Скирда-Венгерская, а это Юриэль и Дебу. Вот Скирда-Венгерская мы первый раз нашли в Нижегородской области, нашли в редких местах, значит, в Ульяновской области, вот прямо на поле биостанции, на той стороне, на той стороне, на биостанции, значит, и это Риадок, я прошу прощения, значит, а вот в Мордовии, вот казалось бы, у нас промежутки находится, мы ее найти никак не можем. Вот это дивидийная я, конечно, мечтаю эти растения найти, но это наша такая задача, такая задача. Идем дальше, значит, дорогие мои, а вот этот Вигенрия Шмачев, ну, он сейчас в конце у меня будет хорошо видно, я уже рассказывала про его, не мы, а учителя и школьники в поселке Комсомольском нашли его прямо в городе, причем в старом парке, парк там, кострище, тропа, дорожка, но есть кусочек старого парка, вот как кусочек леса, ну, сколько ему? Ему лет 60, ему лет 70 это парка, наверное. Вот этот промышленный такой поселок, который образовался как поселок Цементник, недавно, и там, где нет Башмачев, против всех этих самых, ну, как бы, представлению о том, что эти растения очень чувствительны хозяйственной действией в число их. Реальность, цементные заводы и так далее. Тоже дивидийный. И он не в президентстве. То же самое в Чарльзинском районе. Вот это дорога, где мост к цемзаводу, а тут железная дорога, Кременево-Володце, тоже растение из Красной книги России, с племеном в президентстве. Как это там движется? Идем дальше. Дорогие мои, следующее место в шлахе я хотела назвать так. Американцы в гостях у зеленого мира. в 19-м году в первых числах сентября, в 2-й, 3-й сентября, но они приехали чуть раньше, два американских молодых исследователя, значит, Дженнифер Смок и Эндрю Уолтер из Массачуктского ботанического сада из Америки приехали в Мордовию по обмену с главным ботаническим садом. Другие ботаники из главного ботанического сада и из принцского российского ботанического пророя попросили меня составить имя маршрут. Вот к этому я была причастна. А потом все на себя я скоро заканчиваю. Значит, все на себя взял запаление у Александр директор наш книг Александр Борисович Ручин он взял на себя питание транспорт и так далее. Но когда я составляла маршрут я сказала они были в заповеднике в национальном парке я сказала без биостанции их в общем ну как бы будет маршрут или представление о надое не полно. Они со мной согласились. Потом я настояла еще обязательно посвящение музея Эрди. Это было здорово это было правильно и конечно же я тут предприняла специальные усилия чтобы это было и прозвучало и рядом с зеленым днем. К сожалению это было 2 сентября в тот год это было начало учебного года это было и студентов и пешком организовать так было сложно но посмотрите все знаковые места американцев в лесах вот тут вот еще и вот голова и зелененькая майка это я где зеленый мир там значит Мордовия все это было и они никак не могли понять что же я от них хочу профессор растение знает а что это она пересчит про зеленый мир и просит посмотрите фотографии вот у этого стенда кто любит знание биостанцию обязательно при въезде фотографии обязательно значит вот там где написано Симкинский природный парк Эндрю Дженнику Светлана Алексеевна Потапова она секретарь Совета ротонических садов в России она их спровождала она выступала в качестве природчика на свободу на биатеринский языков для дитя и водителя национального парка но это уже на самом деле остаться это у священного дуба в общем все как надо вот они в городе музея Ержи ей очень понравилось здесь вот Эндрю и Женифер ботанической сады нашей ну и у них задача естественная им хотел показать интересный участок природы и задача ботанического сада любого а они старейшего и богатейшего ботанического царства Соединенных Штатов Европы Массачусетс с городом Саент-Уистом они продолжали выполнять свою удовольствие они собирались не на наших растений для того чтобы их добавить в колесах у нас нет таких охот колбасное дерево такое интересное с точки зрения видового разнообразия правда смотрите на что я обратила внимание собственно и я тоже так делала я им показываю интересные растения а потом после я должна была их проводить в Чувашин следующие и по дороге интересные места где можно делать редкие собрать они это оценили собирали естественно все это джеки если надо было точным анатомическим саду в коллекциях это указывает вот у нас есть платеж в районе такое место села вся вещь склон где встречается пять видов растений которые нигде больше в Гордовии не встречаются вот у них есть скобиоза эссетская и соломичных пускулистных реки прелеки а там вот анатом азонка вот так американцы побывали в гостях я говорю на биостанции или на биостанции и у зеленого ну и так и так ну и дорогие мои нет ничего интересного природы природы важно интересно изучать важно интересно изучать природу Мордовии с прилиженной территории не почтный край вот столько проблем интересных вещей можно выполнять исследовательские проекты проекты и очень резон все мы взрослые люди имеющие отношения к зеленому миру скучаем и ностальгируем вот в такой ситуации когда большой детесный зеленый круг слава богу дай бог здоровья и успех ольга гений который захватил после михайловича эту стафету и поддерживает пусть этот зеленый круг есть люди которые работают на совсем других должностях учителя промоцент артисты но это наши люди и они делают свое дело и вот тот запал который они получили в зеленом мире ведет их по жизни я рада во всех видеть если может кто-то хочет что-то спросить хотя я конечно же передала всякое глину вот в качестве заключения пожилого человека от ученого от человека имеющего отношения в зеленый дно учиться можно только потому что любит а чтобы любить надо знать и очень важно во всех областях это профессионализм особое свойство любви на действительности и надежно выполнять сложные профессиональные деятельности разнообразных условий а это значит знать и уметь а это значит а на вашем поприще еще пока в вашем состоянии это хорошо учиться я желаю вам этого простите за такую нотацию в конце если у вас есть вопросы может быть есть то я слушаю за хорошие вопросы у меня есть собой шоколад я конечно шучу и бог с ними с вопросами будьте здоровы успеху всем и всем спасибо